Это только кажется, что работа госслужащего – это нормированный труд в тепле, непыльный и перспективный с точки зрения социальных гарантий. А на деле – бесконечная нервотрепка, сотни негативных эмоций ежесекундно и пахота от зари до зари. Поговорим о дознавателях службы судебных приставов, а еще лучше посмотрим. Куда вы меня ведете? Так, гражданин Бегаев, давайте потише. Вы вызваны на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело. По какому поводу? По факту неуплата элементов. Горе-папашка, на которого завели уголовное дело, конечно же, буйный, неприятный и к общению нерасположенный. Задача пристава – его утихомирить, получить показания, а еще лучше – обещания ребенка обеспечивать. И тут нужно уметь общаться не только с ним, но и с его адвокатом. Здравствуйте. Это ваш адвокат, Выручаева. Выручаева? Вот и выручай меня. Присаживайся. Дознаватель и Шерлок Холмс и доктор Курпатов в одном флаконе. Нужно цели добиться, лица не потеряв. Так, Иван Петрович, вину свою признаете? Признаю. Угу. Так, особый порядок, да? Нам это надо? Нам это надо. Мы заинтересованы с вами. Особый порядок, не возражаю. За месяц в отделе возбуждают примерно 25-30 уголовных дел. На одного сотрудника приходится от пяти до семи. Ну и сроки, конечно же, поджимают. Работать приходится много. Очень большой объем бумажной работы. Работа наша начинается с рассмотрения сообщений о преступлении. При рассмотрении сообщений о преступлении дознаватель уже принимает решение о том, что либо возбуждает уголовное дело, либо отказывает от возбуждения уголовного дела по тем или иным причинам. Работать приходится с абсолютно разным контингентом. То есть люди зачастую бывают недовольны. Дознаватель еще и логист. Всех собери, всех допроси, очную ставку проведи. А контингент тяжелый, с характером. Кто-то меня вызывал. Похмелкина? Да. Проходите, присаживайтесь, Любовь Геннадьевна. Явление. Наконец-то дошли. И этот тут весь. Да, и здесь. Так, давайте потише, Любовь Геннадьевна. Сейчас будем проводить очную ставку, так как у вас имеются расхождения в показаниях. Дознавателем Елена Светлякова работает с 2016-го. Раньше, рассказывает, спасалась успокоительными. А сейчас поняла. Нужно меньше пропускать через себя. Относиться спокойно и рационально. А это концентрированный профессионализм. Так, ну давайте, Любовь Геннадьевна, когда последний раз он у меня... Да не помню я. Ну как это не помню? Ну так не помню. Напомню. В сентябре прошлого года, последний раз. Ты детские вещи на своих баб одеваешь. Нет, нет. Каждому человеку необходимо применять, наверное, индивидуальный подход и выстроить какой-то макет общения с подозреваемыми невозможно, потому что каждый человек индивидуален и к каждому приходится применять разные методы. Кто-то поднимает по-хорошему, добровольно, сам приходит на допрос, по первому звонку, является, не скрывается. Зачастую приходится объявлять должников в розыск. Дознаватель постоянно должен развиваться, расти над собой, а скучать на работе ему точно не придется каждый день что-нибудь новенькое. Он общается с разными категориями людей, и с подозреваемыми, и с потерпевшими, и с представителями детских домов, где находятся наши потерпевшие несовершеннолетние, с адвокатами, с прокурорами, с судьями. Поэтому умение ладить с разными категориями людей и вести себя в разные ситуации по-разному – это одно из главных требований. Мобильность. Допустим, если подозреваемый объявлен в розыск, то дознаватель должен быть на готове. В любой момент ему может позвонить розыскник из полиции и сказать, что «я тебя нашел подозреваемого, будь готов и жди его». Это независимо. Это может быть 6 утра, это могут быть выходные, праздничные дни. И дознаватель едет, допрашивает. Поэтому здесь остаются самые сильнейшие, которые действительно обладают таким набором качеств. Никогда не знаешь, когда закончится рабочий день, который начался с рассветом. А еще бумаги нужно составить и дела подшить. И даже эта работа кинематографичная, драматичная, тяжелая. Потом нужно передать документы в прокуратуру. И даже тогда обстоятельств дела не забудешь и из головы не выкинешь. Вот такая работа. Не труд, а образ жизни.